Привет, мои дорогие астролюбители и астроспециалисты! Это прогноз на ноябрь месяц для знака Зодиака Лев. Ноябрь месяц обещает быть также весьма событийным, причем события подталкивают тот коридор затмений, который прошел в октябре месяце. Коридор затмений — это всегда то время, когда начинает вообще что-то происходить. Потом Плутон у нас в октябре вышел с ретроградного движения, Сатурн перестает ретроградить в ноябре, и, соответственно, события какие-то начинают быть. И поэтому ноябрь месяц он будет событийный, событийный для всех, потому что и планеты с ретрограда вышли, и коридор затмений случился, то есть ожидаем каких-то новых событий в жизни. И первое событие, которое у вас произойдет, это 4 ноября Сатурн перестанет ретроградить в вашем восьмом доме. Вообще-то такой хороший показатель, что Сатурн наконец-таки вышел с ретроградности в восьмом доме, потому что у многих львов на протяжении 4 месяцев могли быть зависшими какие-то серьезные критические ситуации, или ситуации, которые связаны с жизнью и смертью, с каким-то заболеванием, или ситуации, связанные с финансами, может быть, там заморозили, например, деньги, и не можете свои деньги забрать с банка. И после 4 ноября эта ситуация начинает решаться. То есть у кого-то это могли быть, например, какие-то сложные психологические ситуации, кто-то из львов мог уйти прям в какую-то там депрессию, в хандру, как-то плохо себя чувствовали. И 4 ноября вот эти все сферы, они начинают решаться, то есть какая-то психологическая разгрузка наконец-таки, там тема финансов наконец-таки начинает двигаться с места. У кого-то это было, может быть, вы должны были получить наследство, и никак ситуация не происходила, да, и вот она размораживается наконец-таки. Это может быть связано с деньгами, с болезнями, с тяжелым психологическим состоянием, с внутренними кризисами, с детскими страхами. И после 4 ноября эти ситуации, они начинают разрешаться. 8 ноября Венера переходит в ваш Третий дом. Венера – это классная планета, которая дарит подарки. Третий дом – это все, что связано с нашим коротким обучением, с братьями, сестрами, с поездками, с договоренностями. Для кого-то это могут быть подарки от близких людей прям финансовые, может быть, братья и сестры вам финансово помогут, или там одноклассники, одногруппники, те люди, с которыми вы общаетесь, могут вам помогать прям финансово. Это очень классный показатель для того, чтобы заключать какие-то новые договоренности, общаться, переписываться. Для кого-то это будет, может быть, вы зарегистрируетесь в социальной сети знакомств. Вообще это время, когда очень много может быть любовной переписки, и вы прям вот много общаетесь, и вам нравится общаться, вам приносит это удовольствие. И причем здесь по большей степени именно про любовь, именно любовная переписка. А для кого-то это будет приобретение техники, приобретение автомобиля, приобретение каких-то гаджетов. И вам прям захочется на это деньги тратить, или какие-то ситуации будут складываться. И в любом случае, если каким-то образом у вас вид деятельности связан именно с переговорами, я вам рекомендую прям максимально много уделить внимания тому, чтобы заключать новые договора, общаться. Потому что это тот период, когда у вас это легко будет получаться. 10 ноября Меркурий переходит в ваш пятый дом. Если у вас есть детки, это может быть про деток, что у вас появится как-то намного больше времени, которое вы будете уделять детям. Вы будете больше с ними общаться, куда-то ездить, заниматься уроками, творчеством, может быть, вместе. То есть это время, когда интеллектуально вам хочется быть максимально близко с вашими детьми. Если, например, деток у вас нет, а даже если и есть детки, астрология на многогранной, не обязательно, что это должно будет проиграться только в сфере детей. Также может затронуть сферу вашего бизнеса. То есть если у вас есть свой бизнес, вы начнете больше внимания уделять своему бизнесу. И причем здесь больше идет именно интеллектуального. Вы начнете больше о нем разговаривать, с кем-то разговаривать, выступать на публику. Это может быть даже не обязательно бизнес, это может быть какое-то хобби, которое максимально приносит вам удовольствие. Но и в любом случае это период, когда классно выступать на публику, рекламировать себя, показывать себя. Вы будете прям, ну, замечены. 13 ноября Новолуния проходит в вашем четвертом доме. Новолуния – это всегда какое-то начало. Четвертый дом – это у нас недвижимость, родители, наши корни, наша генетика, наш дом. И у вас первое может созреть какой-то новый план на тему места жительства. Может быть, вы захотите куда-то переехать, поменять жилье. И не только поменять жилье, может быть, вы захотите вообще поменять страну. То есть, Новолуния – это всегда в какой сфере у меня какая-то новая идея. И у вас появляется какая-то новая идея в сфере вашего жилья, того места, где вы живете, где вы корни свои пускаете. Поэтому для кого-то это будет просто, вы решите дома, может быть, мебель переставить. А для кого-то это может быть прям глобально, вы захотите поменять дом, вы захотите поменять страну даже. И также это может быть связано что-то с вашими родителями. Какая-то новая ситуация может произойти, которая будет непосредственно именно про родителей. 22 ноября Солнце попадает в пятый дом и 24 ноября Марс попадает в ваш пятый дом. Тем самым еще больше активизирует сферу пятого дома, сферу детей, сферу романтичных отношений. Тем более 24 ноября, когда Марс попадет в пятый дом, Марс – это моя активность. Где я больше всего хочу активничать? Пятый дом – это романтика, это любовники, любовницы, встречи. И самая большая активность может быть именно в этой сфере. Вы захотите встречаться чаще, вы захотите, чтобы вам дарили подарки, чтобы вам уделяли внимание. Вы сами захотите дарить подарки. И это классный период для бизнеса, для хобби, для того, чтобы заявлять о себе, встречаться с людьми, устраивать какие-то классные вечеринки. То есть это время такого праздника. 29 ноября Венера делает соединение с северным узлом в вашем третьем доме. Северный узел – это всегда про кармичность, про то, что это событие будет какое-то настолько вальное. То есть это как новый опыт, который вам нужно пройти. И связанный с третьим домом, первое – это может быть какое-то важное событие. Вот прям 29 ноября, обратите внимание, вот плюс-минус один день, с кем вы общаетесь, какие ситуации происходят с братьями-сестрами, финансы с братьями-сестрами, поездки с братьями-сестрами, договоренности с братьями-сестрами. Причем не обязательно, что это прям брат-сестра, это какие-то близкие родственники. Это те люди, которые с вами рядом, друзья по территориальному признаку, с кем вы выросли вместе, с кем вы вот на каждодневном уровне общаетесь. Вот эти люди рядом, какая-то важная ситуация может произойти на тему финансов, на тему договоренностей, на тему обещаний, на тему любовных взаимоотношений у кого-то. И та ситуация конкретно, которая у вас произойдет, прям отслеживайте ее, как вы проживаете. Потому что там задействован северный узел. Северный узел это то, какой опыт вам хочет жизнь преподнести. И вы прям можете вот следить в этот день, а что происходит вообще, какой опыт мне нужно понять, что вообще происходит в моей жизни. И это был прогноз для Львов на ноябрь месяц. Подписывайтесь на мои аккаунты Астролог Света и будьте всегда в курсе всех астрологических событий. Продолжение следует...